На прошлый день мы обреждали фазовую диаграмму при построении используются переменные давления и температуры для чистых веществ. То есть, динамически говоря, мы рассматривали фазовую диаграмму на компонентах системы. Сейчас я попробую несколько слов в заключении этого параграфа. Мне кажется, что следовало бы эти несколько слов добавить. К сожалению, я не уложился в прошлый четверг, и в связи с этим мы сейчас еще ненадолго вернуться к этой теме. Значит, вот мы с вами говорили о том, что типичная фазовая диаграмма для чистого вещества, ну, сугубо качественно, конечно, выглядит вот таким вот образом. На ней есть три линии. Три линии, разделяющие области устойчивости разных агрегатных состояний, ну и тем самым это линии, которые могут быть названы. Вот это вот линия сублимации или восконки, как об этом говорят, потому что вот здесь область устойчивости твердой фазы, вот здесь область устойчивости газа. Ну и вот это вот кривая плавления, потому что она разделяет области устойчивости твердой и жидкой фазы. Ну и это кривая кипения, конечно. Значит, эта кривая кипения начинается и кричается Это знаменитыми точками, которые характеризуют конкретное данное вещество однозначно. Вот это так называемая крайняя точка, а вот это критическая точка, в которой кривая кипения обрывается. Значит, вот эта кривая, скорее всего, уходит в бесконечность, а эта, скорее всего, идет в норму. Вот, значит, про такую вот картинку мы в прошлый раз рисовали. Ну и я хотел бы обратить, конечно, специально ваше внимание на то, что вот твердая фаза при этом подразумевается кристаллической, ну, поскольку, конечно же, вот эта определенная линия, линия возгонки или вот эта кривая плавления может быть так четко нарисована только для вещества в кристаллическом состоянии, потому что у вещества аморфного нет определенной температуры плавления. Хотя, насколько я вот себе представляю, чистые вещества, элементы, во всяком случае, в аморфном состоянии получить не удается. Твердое, твердое аморфное состояние, по-моему, для элементов во всяком случае. Но я не слышал, может быть, время прошло, может быть, это уже как-то сделано. Но, в общем-то, конечно, когда мы обсуждаем, мы говорим о диаграмме для чистого вещества, то тут автоматически подразумевается, что это фаза кристалла. Ну, вот эта фаза, она в ней, внутри, так сказать, в нее, как мы в прошлый раз говорили, могут быть нарисованы еще многие какие-то линии, которые разные кристаллические модификации вот этого чистого вещества одно, другое деля, ну, в смысле вот устойчивости в каких-то определенных температурах, то и к иной кристаллической модификации этого вещества. Ну, и вот в самом конце занятия мы говорили о том, что есть еще причина, по которой, ну, эти совершенно определенным образом проведенные линии нельзя понимать абсолютно всерьез. Я имею в виду воздух, значит, ну, как мы говорили, как принято говорить, можно переохладить и жидкость, и газ. То есть, вот, показывая, как я помню, я тоже рисовал, в прошлый раз, так, несколько условно, конечно, мы выделим здесь некую область внешних условий, то есть данных температур и давления, при которых веществу надо было бы перейти в состояние твердое. Тем не менее, жидкость может при определенных условиях оставаться жидкой, вещество может оставаться жидкой, несмотря на то, что мы уже перешли вот эту вот границу, так сказать. И газ то же самое. Значит, может не кристаллизоваться, а оставаться в газообразном состоянии, но несмотря на то, что, вообще говоря, ну, так сказать, теоретически, уже это состояние, это состояние, ну, газообразное вот здесь, или жидкое здесь, не является стабильным, оно является, ну, как мы говорим, метастабильным. То есть мы видим эту устойчивость, но это устойчивость с минимумом потенциала гипса, который выше, чем соответствующий минимум, отвечающий твердому состоянию. Ну, то есть, вот, условно говоря, мы можем изобразить в зависимости, вот так, условно, это какие-то внешние условия одной, ну, чтобы не рисовать над плоскостью трехмерную какую-то постинку на доске над плоской, у нас есть какие-то два минимума, в которых, значит, которым отвечает одна и другая фаза, и вот, скажем, значит, вот при этих вот условиях, которые вот здесь вот у нас имеются в виду, ну, пусть вот тут условная какая-то ПТ данная точка, значит, потенциал гипса, ну, или химпотенциал для моля в этом состоянии больше, и, значит, это состояние, ну, вот жидкое, допустим, да, вот это вот, ну, так, может, я покажу, здесь жидкое, здесь твердое тело, вещество, вообще-то говоря, надо бы перебраться сюда, это стабильное состояние, это стабильная фаза, а это метастабильное, как мы говорим, ну, то есть, условно стабильное, потом тут квадестабильное, метастабильное, ну, нужен какой-то толчок для того, чтобы перевести вещество через, наверное, вот какую-то горку, которая здесь имеется, и это, условно говоря, горка, как мы в прошлом разговаривали, может быть пронята в связи с, ну, мыслью о том, что когда зародок какой-то фазы внутри другой фазы возникает, это неизбежно связано с образованием поверхности раздела, и поэтому мы должны учитывать, что вот это создание поверхности требует энергии, которую вещество не хочется, так сказать, тратить. И хотя, в принципе, перейти вот в эту самую более устойчивую фазу вещество было бы энергетически выгодно, тем не менее, значит, для того, чтобы это действительно сделать, надо приложить к ним, так сказать, посильнее. И вещество этого не делает, оно остается в этой самой какой-то метастабильной фазе, ну, несмотря на то, что, казалось бы, это уже невыгодно. Ну, и вот здесь надо еще, ну, это уже, наверное, уже нарисовано было, вот здесь вот вдоль кривой кипения, мы тоже давайте так вот пунктиром покажем, что, ну, опять-таки, значит, газ можно перехладить, а жидкость можно перегреть, то есть можно попасть вот куда-то сюда, вот в эту область, где, в принципе, жидкость уже кипит, должна, должна, ну, должна, здесь она не кипит, это вот эта точка устойчивости уже газообразной фазы, она должна была бы перейти в это вот газообразное состояние, ведь, ну, кипеть, кипеть, жидкость будет, если мы вот при данных давлении и температуре будем подавать тепло в систему. Если мы просто будем удерживать эти ПЭП и сообщать, не отнимать тепла, то никакого фазного перехода, то есть это процессы кипения, процессы поработания идти не будет. Значит, ну, вот здесь вещество должно быть жидким, а вот тут оно должно быть просто газообразным, но тем не менее, значит, можно вот действительно жидкость перегреть, попасть в эту область, где температура выше вот этой вот температуры равновесия фазы, а, значит, то есть, все еще остается собственно жидким. Вот я сейчас хотел бы добавить, ну, такую вот, что ли, конкретную информацию о том, вот как можно, до какой степени, действительно, могут быть вот эти эффекты доходить, до какой степени, то есть они могут быть сильные. Ну, вот у меня вот есть такая, ну, вырезка, скажем, да, вот из журнала «Природа», старенькая, правда, к сожалению, уже. Значит, вот тут есть рассказ о состоявшейся в Москве конференции, на которой обсуждались проблемы роста кристаллов, ну, и вот кое-что я вот отсюда выписал, какие-то, значит, числа. Ну, там беседа с журналистом с целым рядом наших советских тогда главных специалистов в этой области, ну, в том числе с ныне покойным директором Института кристаллографии и Академии, ну, Венштейном. Ну, и вот, значит, там он и несколько его коллег, значит, ну, приводят такой пример. Значит, я просто вот сейчас цитату прямо оттуда читаю. Значит, хорошо очищенные расплавы многих веществ дается переохладить до температур, составляющих около 70% от абсолютных температур плавления соответствующих кристаллов. Так, например, никем с температурой плавления 1726 градусов Кевин. Переохлаждается на 480 градусов. На 480. То есть, значит, ну, если мы захотим вычесть, ну, может быть, я просто так напишу, вот, это составляет 480 градусов. Можно переохладить на 480 градусов. Ну, вот, если мы вычтем, значит, ну, при этой еще температуре, которая получается при вычитании, значит, этот самый, это капелька никеля будет оставаться капелькой. Именно капелька, жидком состоянии будет находиться. Еще один пример – это вода. Оказывается, воду можно переохладить, ну, вот, по данному на тот момент, значит, на 40 градусов. На 40 градусов. Значит, при минус 40 по Цельсию она еще может быть жидкой. Ну, и надо сказать, что вот эта теория классическая, они тут говорят о классической теории, ну, это что-то вроде тех, нескольких соотношений, которые, вот, я выписывал, которые можно увидеть в любом учебнике, которые критический размер зародышей новой фазы внутри Сталина определяют, вот, видимо, эту теорию они имеют в виду и говорят, что на самом деле эта теория не очень-то работает. Она, конечно, качественно что-то объясняет, но работает очень хорошо. Значит, аргументы тут вот раздакли. Значит, ну, в принципе, как вот, ну, я и говорил, просто различить кристаллизацию в отсутствии готовых зародышей, или, иными словами, гомогенное зарождение, новая фаза внутри Сталина, это процесс вероятности. И опыты с мелкими, десятками метров диаметрии, капельками олова показали, что действительно капельки кристаллизуются случайным образом, случайным моментом времени. Диаметры зародыша в расплавах, переохлажденных на 2-3 десятых температуры плавления, составляют 1-3 нанометра. Вместе с тем, по данным рентгенской дифракции, в некоторых расплавленных металлах, ну, приводятся примеры свинца, индия и золото. Существует ближний порядок расположения атомов, биоразмеры областей, в которых существует ближний порядок, составляет 2-3 нанометра. Ну, уже-то всегда так говорят, что вот в ней какой-то ближний порядок существует, тут вроде ничего такого, как такого нету. Поэтому давно возник вопрос, а не могут ли в области ближнего порядка после некоторой перестройки служить центрами зарождения кристалла? Недавние исследования показали, что по-видимому это не так. Оказалось, что капельки галлия с температурой плавления 302 кельмина удается перехватить до 150 кельминов, то есть до половины точки плавления. Не 0,7, а 0,5. Значит, вот температура плавления, значит, речь идет о галлии. Значит, 302 градуса кельмина. Значит, переохладить удается до 150 кельминов. Ну, то есть, если говорить о вот этой галлии, то она составляет 152 градуса кельминов. Значит, вот оказалось, что капельки галлии удается переохладить до 150 градусов кельминов, то есть до половины точки плавления значительно глубже, чем предсказывает классическая теория. Ну, вот, как здесь у них сказано, классическая теория способна объяснить переохлаждение на 0,3 температуры плавления, а здесь 0,5. В расплаве при температуре равной половины температуры плавления кельминов должен иметь диаметры всего 0,7 нанометра и состоять из 10 атомов. Это уже меньше областей близнего порядка в расплаве, поэтому они вряд ли могут служить зародышами. А само понятие макроскопической фазы поверхностной энергии к ним не применимо. Ну, потому что это уже не макроскопический, фактически, кусочек, так сказать, вещественного. Ну, что ж, значит, тут они еще говорят про лед. Вот некоторые из кристалеков, да, образующиеся при больших переохлаждениях из водных растворов, не имеют привычной к эксагональной упаковке молекул. Ответа на вопрос о том, почему расплавы переохлаждаются сильнее, чем следовало бы ожидать из классической теории, пока нет. Дело, по-видимому, в том, что малые агрегаты не могут служить зародышами макрофазы, так как их характеристики мало отличаются от параметров расклада. Ну, я, может быть, хотел бы, значит, еще вот что сказать. Значит, участок приводит в качестве примера сильно переохлажденное жидкости стекло, вот обычное, чего силикатное. Ну, с одной стороны, об этом всегда пишут, вот в любом учебнике, вот в соответствующем каком-то месте, в соответствующем тому, что мы сейчас обсуждаем. Ну, в принципе, это не очень, наверное, уместно в связи вот с этой фазовой диаграммой, потому что, ну, когда мы вот говорим здесь о переохлажденной жидкости, то мы имеем в виду вот этот переход из, фазовый переход из жидкого состояния в твердое кристаллическое, а стекло, в стекле никакого фазового перехода не происходит. Это аморфное состояние вещества. Да, ведь, ну, слово «стекло», по сути дела, ну, я, по крайней бы, так понимаю, что это фактически аналог, аморфное состояние. Стеклообразное состояние, аморфное состояние – это фактически, ну, имеют в виду, по-моему, всегда одно и то же, по сути. Ну, и, значит, ну, как вот, скажем, у того же Щеголева написано, он говорит, что стекло, где-то тут у меня тоже была цитата, я, может, сейчас ее буду слишком долго искать, но смысл такой, что стекло, ну, вся эта вот картинка не имеет отношения, собственно говоря, к словам про то, что стекло, перехлажденная жидкость, в том смысле, что стекло всегда жидкость. Вот оно твердое, но оно жидкость в том смысле, что если мы его будем нагревать, то оно будет постепенно размещаться, в конце концов, станет жидким, но мы не увидим никакого фазового перехода. Это процесс непрерывный. То есть вот того момента, когда за счет, значит, поглощающегося тепла, какая-то часть вещества переходит в одну фазу, при продолжающейся подаче тепла все больше и больше становится объем или масса этой жидкой фазы, в конце концов, значит, оно все становится вещество, все становится жидким. Вот эта вот теплота фазового перехода характерная, ее просто не будет, значит, оно все вот во всей массе, оно постепенно размещается, 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 тепло надо подавать, чтобы температуру менять, но вот этого фиксированного значения температуры, при которой подача тепла будет приводить к тому, что вот было твердое, доля появляется жидкого, потом эта доля все больше и больше, потом все становится жидким. Вот этого нет. И в этом смысле, значит, и говорят, что стекло – это жидкость всегда, да, она может быть, вот это вот состояние, в принципе, оно может быть, значит, ну, оно до бесконечности устойчивое, хотя теоретически, так сказать, это, ну вот, состояние, ну вот называют, я, может быть, немножко заговорился в том смысле, что нет, наверное, смысла особого называть это переохлаждённым, переохлаждённую жидкость. Это жидкость, ну, твёрдая, вот такой, ну, парадокс какой-то может быть, но, значит, здесь нету вот этой возможности фазового перехода наблюдать, этот фазовый переход первого. Говорят, да, переохлаждённая жидкость, но это не совсем относится вот к укреплению, это просто такое вот, вот так вот бывает, значит, это вот аморфное состояние, аморфное состояние вещества, но когда-то оно твёрдым может быть, его можно развалить, и оно будет жить. Ну, ещё что тут, может быть, в связи с этими картингами надо было сказать, что не надо думать, что переохлаждёнными, значит, вот, ну, вот, быть там, значит, жидкость, газ, ну, соответственно, может быть перегретая жидкость, может быть перегретым твёрдое тело, может быть перегретым в неделю переохлаждённой и кристаллическая какая-то фаза, может быть так, что, ну, вот здесь вот у нас вот, в принципе, вот, эта область устойчивой твёрдой фазы, она может быть разбита, ну, на какие-то там, значит, области устойчивости, в прошлый раз я там для воды пытался, ну, как-то качественно изобразить эти разные кристаллические модификации. Вот здесь тоже может быть так, что, в принципе, ну, должна быть устойчивой уже какая-то одна модификация, а тем не менее, одна какая-то геометрия решётки, тем не менее, значит, сохраняется, до сих пор мы видим, что, значит, сохраняется какая-то, вот, скажем, там, здесь была какая-то устойчивая решётка какого-то типа, мы уже сюда перебрались, и тем не менее, значит, ну, это тогда переохладили, да, вот эту фазу переохладили. А тем не менее, значит, не возникает вот эта вот структура, а всё ещё сохраняется вот это, то есть перегрев и переохлаждение возможно и вот так, для, не только для, вот здесь, для этих, ну, классические, так сказать, три линии, а и с кристаллическими модификациями может быть, значит, такая же вот история. Тоже это можно перегреть или переохладить? А вот если стекло охладить сильно, то оно станет твёрдым, или где-то, значит, даст жидкость, при низких температурах? Ну, смысл перейдёт к этому состоянию кристалла, значит, насколько я вот понимаю, вроде бы нет, но не знаю, что значит переохладить? Вот, видите, всегда так, я тут говорю, как все говорят, что, наверное, идёт вдоль, но до ноля никто никогда не доберётся, по принципу. Значит, может быть, если мы его охладим до каких-то там, я не знаю, ну, совершенно близких, может быть, что-то и произойдёт какая-то, значит, реформорфизация, то есть мы будем иметь кристаллическую структуру, но они часто довольно сложный, какой физический состав имеют, насколько я понимаю, добавляют туда, но это, правда, техника уже, техническая сторона делает, значит, оно уже, ну, цвет какой-то меняет в зависимости от малого количества добавок. Я думаю, что, по крайней мере, это должна быть очень низкая температура, чтобы об этом вообще можно было говорить, потому что всё-таки при очень даже низких температурах это по-прежнему аморфное такое состояние. Вот, ну, кстати, вот ещё, пожалуй, тут процедирую, значит, некоторого очень известного специалиста Чернового по поводу, значит, этой самой переохлаждения. Значит, вопрос о том, есть ли предел переохлаждения, ну, как раз вы можете сказать на эту тему что-то, хотя, ещё раз, это, они имеют в виду здесь переход вот через линию фазы перехода, к стеклу это впрямую не относится, хотя я ещё ещё раз говорю, что у всех книжках написано, что вот вам пример переохлаждённой жидкости, значит, это стекло, но она просто жидкости в счёт, так вот, как, мне кажется, надо знать вопрос, в связи с этим говорим. Так вот, вопрос о том, есть ли предел переохлаждения, оказался практически важным для материаловедения. Исследования показали, что с понижением температуры тепловое движение становится всё более вяло, и в конце концов ему может не хватить для того, чтобы атомы и молекулы сумели перейти от беспорядка в порядок. Ну, это вот по поводу того, почему не возникает при охлаждении из аморфной структуры кристаллов. В результате будет заморожена неупорядоченная структура, возникнет стекло. К примеру, могут служить обычные силикатные стёкла. Менее 20 лет назад, но это, правда, относится к уже там тоже древние времена, удалось впервые получить аморфный металл. Ну, это значит, 60-е годы. Ну и вот, может быть, это тоже любопытно, аморфные металлы или металлические стёкла замечательно противостоят горозии, а ферромагнетики легко намагничиваются до высоких значений магнитной индукции по сравнению с кристаллическими модификациями. С малыми потерями перемагничиваются, так что могут оказаться очень эффективными в сердечниках трансформаторов. ну и, опять же, может быть, это не имеет прямого отношения к нашей теме, но я всё-таки хотел бы заметить, что вот, знаете, тут приведены, ну, какие-то на тот момент самые такие значительные достижения вот в создании монокристаллов. Так вот, тут говорится, что масса искусственных кристаллов в настоящее время достигает сотен килограммов. Сюда относятся, например, монокристаллы щелочно-галоидных соединений массой 150-200 килограммов, монокристаллов. Ну, раньше тут вот приведена фотография кристалла кремния, и вот говорится, что масса отдельных образцов достигает 30-40 килограмм, длина метра полутора, ну, диаметр, он выращен в виде такого цилиндра, диаметр 10-15 сантиметров. Ну, просто вот по поводу того, как можно, какого размера можно, сейчас наверняка техника, так сказать, ушла вперёд, в общем, вот такие гигантские монокристаллы могут быть получены. Ну, вот, значит, наверное, я бы хотел закончить вот этим нашим четвёртым параграфом, который мы называли тройная эпидемиологическая точка, явление перегрева в переходе. По-моему, я, значит, так попросил вас о заблаке, так сказать, за предыдущий кусочек наших рассуждений. Сейчас, я думаю, мы поговорим о теории Вантервальса. Это первое, феномиологическое, конечно, но теория, которая в какой-то степени термодинамически объясняет вот эти самые фазовые диаграммы, разумеется, не целиком, ни в коем случае, но всё-таки, всё-таки, знак, так сказать, признательности какой-то выдрывается. Давайте мы об этом поговорим отдельно, специально в отдельном параграфе. Ну и я уже говорил вам, вы, наверное, могли запомнить, что в 1910 году он получил Нобелевскую премию, я сейчас точно процитирую определение Нобелевского комитета за работы, содержащие уравнение агрегатных состояний газов и жидкостей. Вот так, значит, было сформулировано решение Нобелевского комитета. Ну, значит, мы только что обсуждали общий вид фазовой диаграммы агрегатных состояний для чистых веществ. Характер обсуждения, конечно, такой был описатель. Уравнение состояний для различных фаз в обсуждении никак не присутствовали. Попыток вывести уравнение состояния из микроскопических каких-то представлений, моделей мы не делали, тем более, что это гетеродинамическое дело. Но, конечно, мы говорили о том, что вот состояние вещества определяется взаимодействием составляющих его микрочастиц. Ну, а внешние условия, температура, давление, например, они влияют, разумеется, на взаимодействие. Они как-то сказываются на том, как частицы взаимодействуют друг с другом. Параллельно с тромодинамикой, как вы прекрасно знаете, развивалась эта физика, и она в свое время дала рецепт вывода тромодинамических уравнений состояния из микроскопической модели. Он известен уже очень давно. Но реально и сегодня, конечно, не может быть решена такая вот задача. То есть из первых принципов, то есть зная, что собой представляет атом. Вот какой-то у нас есть элемент. Вот мы хорошо знаем, что собой представляет его атом. Вот давайте, значит, мы основываясь на этом и на принципах статистической физики, давайте будем получать уравнение состояния и в связи с этим вот эту самую фазовую диаграмму. То есть можем мы ее решить. Можем мы, вот взяв какие-то известные сведения, нам какие-то характеристики атома сказать, чему должна быть равна для совокупности этих вот атомов. При данных каких-то условиях ...чему должен быть, ну скажиоб, объем вещества. Или можем мы вычислить чему должна быть... Мы можем предсказать как chuyR с характеристики атома, чему должна быть равна у этого вещества, составленного из этих атомов в этой совокупности тройная точка или критическая это сегодня тоже сделать нельзя ну и какая-то первая теория в которой что-то на эту тему какая-то попытка как-то понять существование фазовой диаграммы какая-то попытка была сделана вандервальцем попытка который из которой следовало что значит ну действительно если мы принимаем вот эту гипотезу что вещество состоит из атома молекул вот времена когда начинала работать вандервальц это еще атомная гипотеза это гипотеза сам настоящее настоящее смысле слова начну вы наверное понимаете что значит окончательно вот исчезли противники атомно-молекулярной теории строения вещества только в двадцатом веке в самом начале двадцатого века был виднейший физико химик который говорил что я в атомы не верю потому что я их не видел никогда не вижу и вообще это так сказать какая-то выдумка может быть удобная но я не верю я не буду верить значит то что не существует после работ что я не смогла хвостов по уброводскому движению он признал что это хотят это тоже все достаточно косвенно что да он снимает свои возражения но это было вот сто лет назад сто лет назад совсем не дал ну так вот значит вандервальц что что ну что продемонстрировал в какой-то мере что значит вот давайте примем эту гипотезу начать вещество состоит из молекул и определенным образом давайте представить себе взаимодействующими и в таком случае мы учитывая взаимодействие учитывая конечно молекул мы сможем ну вот кое-что понять объяснить в каком-то смысле феноменологически конечно не за счет вот каких-то подробностей но тем не менее мы можем как-то учитывая взаимодействие это существование молекул ну что-то тут про фазовую диаграмму ума заключить ну значит что именно он предложил сделать значит вот мы предполагаем что существует существует молекул они взаимодействуют ну и без самых общих соображений конечно значит давайте предполагать что они отталкиваются на близких расстояниях и притягиваются на больших иначе нам просто существование вот вещества в этих разных состояниях агрегатных не понять поведение вещества условия вот этих внешних воздействий когда мы его сжимаем или наоборот пытаемся значит как-то вот какой-то стержень растянуть не объяснить если мы предполагаем ну и вот значит давайте будем исходить из того что вот у нас есть если мы энергию взаимодействия ну допустим мы рисуем двух молекул в зависимости от расстояния между ними вот одна молекула вот другая на расстоянии каком-то р да значит вот вы не высказаны там целая так сказать серия ну естественно предположение о том что эта кривая качественно выглядит вот каким-то таким образом значит вот потенциальная энергия взаимодействия когда молекулы сближаются на расстоянии но тут может быть надо было бы побольше нарисовать что ли вот когда они уже практически размером придать больше на чтобы здесь это не уже практически когда вот этот бурный рост начинается что они практически уже сошлись и расстояние между ними равно их диаметру вот значит естественно считать что потенциально энергия взаимодействия выглядит качественно как то вот так значит здесь притяжение тут отталкивание ну и понятно конечно что некоторым неправильным образом меняется взаимодействие при изменении расстояния между нашими значит молекулами но давайте поступим таким образом будем считать что мы можем эту кривую заменить на вот такую значит у нас такой бесконечно высокий сразу барьер здесь возникает энергетически то есть абсолютно исключим сближение молекул но при котором они как бы вот уже соприкасается это бесконечная энергия будет невозможным а здесь заменим энергию взаимодействия молекулы с какой-то ее такой напарницей подружки товаркой которая зависит от расстояния разумеется вот каким-то образом детали нам неизвестны но сегодня мне конечно гораздо больше известно чем было известно на рвать ну на тот момент наверное совсем ничего кроме того что ну есть какая-то такая кривая лежащие в области отрицательных значений так вот просто поступим так вот заменим вот эту площадь да значит ну как какой-то вот такой вот линии которая ну конечно где-то придется оборвать чтобы площадь была площадь вот этого прямоугольника но он лежит под оси была площадью которая образуется оси абсцисс и вот этой вот кривой какой-то сложный ну то есть будем считать что можно говорить о какой-то средней энергии взаимодействия молекулы с ее соседкой усредненные по всем возможным расстоянием вот который больше вот этого вот характерного размера ну там назовем его скажем этот вот размер вот здесь вот находящийся со звездочкой это практически вот диаметр молекул ну и тогда да на самом деле бы потому что она традиционно конечно а это вот это вот состояние будет характеризовать ну и тогда дальше можно попробовать вот эти вот какие-то характеристики размеров молекул и взаимодействия учитывать уравнение состояния идеального газа то есть вот мы можем хорошо зная уравнение состояния идеального газа мы можем попытаться как вот собственно это сделал бодрагон дарвазь его значит обобщить таким образом значит вот у нас есть для идеального газа значит давайте вот мы учтем с вами что молекулы имеют какой-то конечный размер вот есть этот я давайте мы поправим объем собственно свободный так сказать объем объем свободный объем занятый газом вычтем вот из него собственно объем при этом мы как бы исключим вот из этого свободного для движения молекул ну вот некоторый объем связаны просто с тем что они обладают собственным объемом и сближаться больше чем на диаметр они не могут ну и вот тогда можно писать вот такую выправку ну это очень качественно конечно собственно говоря так мы здесь надо не а б написать но понимаете может быть я конечно же не очень удачно споставляю что ли вот этот параметр здесь очевидным образом вы имеете размер на стриме здесь же у меня может быть для того чтобы это было разумнее надо было бы написать в кубе по со звездой в кубе потому что это речь идет о объеме значит м это разумеется число молекул которая ну можно сократить вот здесь вот если хочется с числом которое вот сюда вот мы можем написать это как число значит тарвокадра умноженное на постоянное количество но это не самое важное в общем ну давайте может быть я тут какой-то там чтобы не было можно меня упрекать напрямую значит пусть это по 1 она будет видеть размерность объем здесь ясно это длина а тут уже объем ну сейчас мы просто с вами заменим вот это вот произведение на просто букву b без всяких звездочек и значков ну и получим то что конечно вы хорошо знакомы стандартное значит уравнением отрывается ну и взаимодействие вот это вот характеризуемая опять же каким-то параметром который тоже размер соответствующий надо подобрать значит это взаимодействие есть притяжение вот здесь наша кривая расположена в области отрицательных значений потенциальной энергии взаимодействия это притяжение и наклонена она у нас так это привлевая что будет вызывать притяжение конечно вот этой молекулы той которая вначале координат у нас в которую мы поместили начало координат и значит так как это притяжение то естественно считать что давление которое оказывает наш газ в сравнении с идеальным на стенке объема занятого будет уменьшаться будет уменьшаться ну и вот на какую-то величину которую значит естественно если мы для отдельной какой-то молекулы считаем что что-то какая-то какой-то вклад в изменение давления для отдельной молекулы определяется вот этим а со звездочкой то тут то тут значит поскольку у нас это взаимодействие то для нас значит важно написать этот план как пропорциональный отношение н в квадрате ну опять же число молекул по той простой причине что это плотность да а чем больше плотности ну и в конце концов можно переписать используя обычно здесь просто букву b но может быть тут тоже какое-нибудь а первое а сейчас просто вот ну и разумеется просто и так вы конечно уже прекрасно его видели там может быть даже в школе ну на молекулярной физике конечно знакомы с этим уровнем мне может быть не очень дальше получилось понимаете почему это вот с моей точки зрения ну стоит об этом говорить вот может я нечего дальше так сказать вот ход мысли передам но вот это первая теория еще из 19 века первая теория в которой как-то учитывается феноменологически пусть взаимодействие между молекулами это идея того что сегодня принято называть ну очень по-разному в разных ситуациях ну может быть одно из самых популярных названий это молекулярное поле это какая-то первая самая теория молекулярного поля то есть значит реальное взаимодействие некоторые молекулы со всеми остальными заменяется усредненным каким-то взаимодействием она следовательно ну как и любая другая то есть все молекулы становятся ну в этом смысле одинаковыми любая молекула взаимодействует с ну какой-то другой и эта энергия взаимодействия меняется в зависимости от расстояния мы делаем следующее мы для каждой молекулы считаем это взаимодействие ну одним и тем же и оно заменяется на какое-то не меняющееся состояние но среднее среднее вот это какую-то энергию взаимодействия мы приписываем взаимодействию молекулы с ее окружением усредняя просто по разным расстояниям по всевозможным расстояниям значит перебираем эти всевозможные расстояния берем какое-то среднее среднюю энергию взаимодействия значит при этом конечно какие-то вот структуации так сказать какие-то случайности в этом расположении молекулы они как бы исчезли что у нас все молекулы стали одинаковыми они как-то усредненно взаимодействия одной с любой другой характеризуется некоторым усредненным образом какая-то идея молекулярного поля которая самым активным образом и сегодня используются какие-то аналоги идея что ли такая как-то учесть взаимодействие очень трудно точно учитывать взаимодействие вот первая какая-то такая попытка чего-то это вот идея Вандервальса ну насколько я понимаю он этим термином не пользовался это скорее позднее возникли вот такие слова про молекулярное идею молекулярного поля значит среднего поля ну вот она была все-таки предложена Вандервальс поэтому это интересно это стоит значит обсудить об этом ну можно говорить потому что это развивалось потом в двадцатом веке в сущности в самом общем смысле та же самая мысль она активно используется первым о ней вот первым ее предложил Вандервальс ну давайте устроим что ли маленький перерыв вот если мы эту левую часть равнения как функцию В значит рисуем то для нас ясно что при вот В равной В она равняется нулю она значит безусловно является положительной всегда вот эта функция от В и она стремится к нулю при В стремящемся к бесконечности ну то есть это какая-то кривая на которой обязательно должен быть максимум но левая часть уравнения представляется графически кривой на которой обязательно должен быть максимум но значит для того чтобы уравнение имело решение температура не должна быть слишком большой потому что если температура будет слишком большой то вот эта вот правая часть НРТ значит она никогда не будет равна левой части уравнения не будет иметь решение таким образом существует некоторая значит критическая температура при переходе через которую в состоянии вещества возникает некое новое качество может быть мы пока еще не знаем что это такое но вот факт состоит в том что действительно сразу ясно что существует некоторая температура критическая которая ну она не обязательно там уже нельзя понимать не следует отсюда что это та самая температура которую мы раньше назвали критической но что-то выделенная какая-то температура безусловно существует значит как мы ее можем найти ну нам надо найти вот этот экстремум конкретный значит что ну делается так сказать проще простого значит мы находим экстремум этой функции я не буду сейчас это выписывать но это же совершенно значит очевидная вещь как это делается значит ясно что экстремум находится при и отвечает значение объема которое ну все-таки сразу давайте назовем критическим это 3b 3b ну дифференцируем еще раз приравнивая производную значит находим что это максимум ну просто потому что значит соответствующая вторая производная значит она является отрицательной значит вот максимум максимум левой части достигается как легко устанавливается при приравниваемом ниванием этой производной по нулю этот максимум достигается при равном 3b и если мы сюда вот поставим сюда вот вместо эти самые 3b то получается значит что левая часть равна 8а деленное на 27b левая часть оказывается вот такой значит таким образом вот этот максимум на кривой это вот эти вот 8а деленное на 27b 8а деленное на 27b ну и таким образом значит решение наше уравнение будет иметь только в том случае когда температура не превышает критический которую мы определим естественно вот вот таким вот образом значит р т теоретическое должно быть вот таким ну тут вообще говоря n можно написать давайте я дальше буду рассуждаем относительно на моле n равно единице значит вот у нас таким образом вот что вот это наше уравнение для этой производной имеет решение только в том случае когда температура не превышает вот эту самую критическую ну вот определяемую из параметров нашего уравнения состояния вот значит таким вот образом ну допустим значит что температура больше вот критической что значит это означает это означает что производная нигде не обращается в ноль ну какой она имеет знак конечно очевидно отрицательно просто давайте возьмем достаточно большие в тогда это слагаемое пропадет да и все будет определяться вот этим вот первым слагаемым который очевидным образом отрицает то есть если значит температура меньше чем вот это вот критическая то зависимость п от в ну будет какой-то такой вот она должна падать давление должно падать из-за того что это производная нигде 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 не обращается в ноль ну а какой она я не знаю конечно отрицательную из-за этого минуса ну и картинка какая-то должна быть вот такая критическая значит если мы будем находиться при температуре значит меньше чем критическая то мы можем на уравнение посмотреть таким образом значит не хочется мне его еще раз писать но значит совершенно очевидно что как уравнение относительно объема при фиксированных в это уравнение кубическое там у нас в два слагаемых одно содержит в минус в минус первой степени а второй слагаемых содержит в квадрат ну и естественно значит когда мы умножим там уравнение на произведение в на в квадрате на в минус мы получим относительно в кубическое уравнение значит всякий может легко это проделать увидеть что это кубическое уравнение следовательно вот если мы при данной температуре какой-то определенной при данном давлении ищем отвечающий вот этим определенной температуре и объем то из-за того что уравнение очевидным образом на публическое у нас может быть так мыслим только такие вот две ситуации либо одно вещественное решение да и два мнимых как всегда комплексно сопряженных значит ну либо одно значит одно вещественное решение либо вот эти два комплексно сопряженных и поэтому значит ну либо либо три просто три вещественных решения значит корней должно быть три и ну может быть так значит один вещественный корень и два мнимых комплексно сопряженных ну либо три вещественных корня значит отсюда вытекает хотя конечно не заставляет никакого труда просто по точкам нам с помощью какого-то простейшего простейший компьютерный программ нарисовать эти графики совершенно если тесно что качественная книга должна быть вот такой потому что у нас должна быть вот такая ситуация когда имеется в зависимости от уравнения от параметров одно решение вот это линия да вот это вот одно вещи вот один какой-то объем отличающий температура выбрана нарисованная это линия фиксированное давление вот ему отвечает одно какое-то решение или должно быть так что два других комплексные они не дают нам реально какого-то объема ну или вот должно быть так что он здесь это вот 33 вещественных корня то есть картинка должна быть ну естественно это ситуация когда у нас просто производная не обращается в эту ситуацию может обсуждали поняли что это больше чем критической температура а вот эта картинка тогда конечно должна отвечать температуре меньше чем критическая которая определяется вот через параметры уравнения вот ну и значит уравнение говорит нам о том что на самом деле если мы будем сжимать вещество то и данной температуре то конденсация идет вот прямой фактически на самом деле при постоянном давлении фаза объем уменьшается и это связано с тем что вещество из газообразной приходит собственно жидко что можно сказать так замечательно что у нас оказывается что вот на этой нашей кривой есть кусочек от этого минимума до этого максимума где производная дппдв при постоянном т оказывается больше нуля значит этот термодинамические состояния неустойчивые то есть они конечно не реализуются на практике вот есть вот такие вот части так сказать кривой где знак производные дппдв правильные отрицательные то есть вот это и есть какие-то области мета стабильных состояний то есть если для данной температуре переход вещества распределяется здесь тут же работает правило рычага то что можно точно применить все то что вот я на прошлом занятии говорил правило рычаг который определяет сколько нас будет в этом в этой массе какая часть будет в жидком состоянии какая твердым вот этот вот переход он значит начинается привод каком-то вот таком объеме кончается при таком объеме объеме в целом вещества это ну как выделяется по пазмам вот здесь вот эти метастабильные состояния вот они изображаются здесь вот таким вот образом и у нас может для какой-то другой температуры будет какая-то другая пара точек которые определяют эти состояние с данными в которых вещество может быть либо перегретой жидкостью либо охлажденным паром здесь есть конечно граница вот если мы будем рассматривать температуру равную критической то что будет собой представлять наша кривая значит вот эти вот два экстремума они и более высоких температур будут становиться все ближе и ближе друг другу и сольются в один в одну точку точку перегиба значит здесь горизонтальная будет это вот будет та кривая которая отвечает критической температуре здесь вот есть эти области вот значит сюда вот в эту точку вот вот здесь мы можем показать метастабильное состояние вот они вот здесь вот здесь вот эти области метастабильное состояние они тоже возникают при таком значит анализе этой нашей если мы нашли критическую температуру если мы выразили через а то мы легко можем и и критическое давление тоже значит у нас есть критический объем 3b есть критическая температура вот она дается вот этим выражением просто в уравнение состоянии если мы туда подставим температуру объем у нас получается тогда для критического давления вот такая величина 27b квадрат в знаменателе а поделена на 27b квадрат значит вот мы таким образом можем найти все вот эти три критические значения для объема температуры и давления и после этого мы можем измерять давление объема температуру в соответствующих единиц и единиц и единиц и критического давления объема температуры то есть мы можем перейти к давлению который конечно мы будем понимать вот таким вот образом объем это объем реальный который измеряется в единицах критического объема ну и температура ну и температура значит шпикованная это настоящая так сказать обычная температура которая измеряется в единицах критической температуры значит после этого нам надо просто вот в нашем уравнении п равняется n деленное на v минус b минус а деленное на в квадрате написать что значит p у нас равняется p штрих на p критическое n r t штрих на t критическое здесь на v штрих на v критическое минус b ну и точно так же минус а и здесь v штрих на v критическое в квадрате вот используем значит эту нашу возможность и если мы подставим вот сюда эти значения p штрих v штрих t штрих то уравнение принимает вот такой вот вид в котором уже нету конкретных параметров a и b уравнение принимает вот такой же сами в штрих равняется 8 штрих поделенная на 3 v штрих минус 1 минус 3 поделенная на v штрих в квадрате я конечно не буду сейчас значит проделывать вот и возникает вот такой вот универсальное уравнение которое применимо для любого конкретного вещества значит если же нету этих характеристик ну это называют законом говорят о законе соответственных состояний значит если какие-то два тела имеют вот эти приведенные объемы температуру одинаковые то и давление соответственно приведенное для них обязательно должно быть одинаково потому что это вот такая универсальная формула универсальная значит такое вот соотношение ну значит вот важно что уравнение антенбасса и вот это усреднение взаимодействия между молекулами приводит к тому что у нас возникает некая критическая температура в зависимости от которой в зависимости от того как температура настоящая относится к этому граничному значению у нас либо есть вот здесь ну какой-то излом какая-то смена состояния которое мы можем конечно же характеризовать переход вещества из состояния газообразного в состояние жидкое когда здесь живут давление очень сильно растет при незначительном изменении объема и при достаточно высоких температурах никакого фазового перехода ни от фазового превращения нет ну вот и знаем что на практике реально существует вот эта самая такая критическая температура выше которой мы не можем перенести вещество из газообразного состояния то есть что-то в том числе и метастабильное состояние здесь угадывается угадывается и значит это конечно было в свое время очень важным и ну вот было отмечено самым серьезным образом суждением операции ну значит давайте мы теперь о фазовых переходах первого рода перестанем говорить перейдем к фазовых переходах второго рода более подробно более подробно что представляется более важно по-видимому по-видимому на следующей неделе у нас двойна там уже все эти замены с Александром Судеевичем прекратились но все равно уже времени осталось очень мало ну поэтому давайте сейчас мы оставим переходы первого рода позади и перейдем с переходом второго рода давайте начнем с такого ну может быть несколько более формального рассуждения получим то что называют уравнением эрнфеста то есть наш конкретный шестое по порядку получается параграф в голове фазового прихода давайте мы назовем так уравнение эрнфеста уравнение эрнфеста уравнение эрнфеста ну вы помните как мы получили уравнение множества первого которое которое дает нам выражение для производной температуры фазового перехода первого рода в зависимости от давления ну или наоборот дает взаимосвязь между температурами температурой и давлением перехода через такие характеристики вот этих двух фаз для которых переход обсуждается через скачок энтропии и скачок малярного малярной тропии малярного объема давайте мы сейчас воспроизведем это рассуждение но если в прошлый раз мы предположили что существуют конечные скачки объема моля и энтропии то сейчас мы этого делать не будем наоборот будем считать что эти скачки отсутствуют то есть фазы характеризуются тем что в точке перехода их малярные объемы и их энтропии одинак и посмотрим что из этого предположения выдекает для той же самой производной если температура и давление связанные условиями что они характеризуют точку и объем моля что придет на смену вот этим нашим нашему уравнению лапеерона по русски значит это и будут тут их получается по сути это два уравнения уравнения и так значит вот мы опять исходим из того что вещество находится при определенной температуре и давлении и эти температура и давление характеризуют как ту так и другую фазу значит достигнуто состояние термического и механического равновесия и значит условия химического равновесия при этом является равенство химических потенциалов этих наших каких-то абстрактных двух фраз ну давайте для краткости запишем это равенство таким образом вот пусть у нас дельтами равняется нулю значит что такое дельтами ну первое минус ну второе дельтами первое минус дельтами значит это уравнение я могу записать таким вот образом значит здесь у нас т и п которые при которых значит определяет при которых имеют место по предположению равновесие значит они могут быть показаны на вот этой вот нашей плоскости т и п ну и вот это из этого равенства химических потенциалов вытекает что при каком-то определенном значении давления есть какая-то определенная температура при которой будет иметь место химическое равновесие то есть вещество не будет иметь желание переходить какую-то одну определенную фазу выгоды энергетической при этом не будет значит ну у нас есть интерес как раз определить вот линию какую-то значит эти точки должны давать нам какую-то линию как раз вот то ли равновесие фаз то ли фазового превращения ну при условии что мы эту пересекаем так сказать эту линию изменяем внешние условия ну и вот как в тот раз мы рассуждали так же и сейчас давайте рассмотрим какие-то две близкие точки вот у нас вот это неизвестное мы ее ищем уравнение для нее ищем но эта кривая существует и какие-то две близкие точки значит пусть характеризуются близкими значениями температуры и давления поскольку они обе принадлежат кривой равновесия то значит в этих обоих точках выполнено вот это вот условие условия равновесия то есть вот для t и p мы написали это условие но мы точно так же это можем написать и в другой соседней точке этой кривой это равно нулю ну а сейчас просто воспользуемся формулой Тейлера которая представляет позволяет нам значит представить вот эту функцию дельта дельту ее значение в точке t плюс dt p плюс dp через значение функции в точке t и p и через вот эти превращения температуры и давления дт и значит ну вот формула Тейлера говорит нам что если существуют конечно ну мы всегда это предполагаем если существуют вторые до до второго порядка включительно значит ну на самом деле и до третьего тоже чтобы значит до третьего порядка включительно должны существовать частные производные мюм по t и по p и смешанные производные должны существовать ну и тогда мы можем воспользоваться мы можем сказать что ну соответствующим поправочным членом который записывается уже через производные третьего порядка вот эта вот величина которая стоит слева она точно может быть представлена значит вот таким образом это значение функции точки t и p и плюс значит первый дифференциал то есть d по dt от дельта мюм умноженное на dt плюс d это вот при постоянном v при постоянном p и d на dp первый дифференциал плюс второй который мы пишем конечно потому что мы сейчас будем предполагать что что чего мы не делали когда говорили о переходах перворода мы будем предполагать что вот это производное и вот это вот производное что они точно равны и в связи с этим нам и надо будет написать слагаемого второго порядка значит ну тут что написано тут одна вторая ну тут по известному правилам математики одна вторая d2 по dt дважды от дельта нюм при постоянном p на dt дважды плюс 2 d2 дельта нюм по dp по dt dp dp ну и плюс d2 дельта нюм по dp дважды при постоянном d на dp в квадрате вот скобку закрываем и тут еще вообще говорят для того чтобы равенство было совершенно точным так значит я здесь написал равно нулю ну значит на самом деле вот это что ну если я сначала написал то наверное можно написать в конце да значит это я раскладываю представляю вот это наше значение нашей я выписываю пользуясь формула пилера значение нашей функции вот в этой точке через ее значение в точке дп 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 то есть вот это вот то что написано вот это вот то что написано ну давайте обозначим вот я начал писать правительство да вот это написал значит я не выписываю поправочный член третий порядка который значит как известно при ну каком-то промежуточном между т.д. значение вот этих аргументов будучи добавленным потому что написано точно это выражение делает равным вот значит у нас это написано ну и конечно же мы устремляя так сказать дт дп к нулю выбросил слагаемое третьего порядка третьего порядка малости где будут в третьей степени дп квадрате дт значит просто как величины более высокого порядка малости мы их опустим ну и дальше мы рассуждаем вот таким образом значит мы знаем что вот это дельта мел с точки т и п равно нулю хорошо значит вот у нас этого слагаемого уже не будет дальше вот давайте вы предложим что д дс дт д дтс просто дтс конечно дтс как мы с вами понимаем это малярная энтропия частная производная разности производ производная разность производных значит фактически здесь значение разность между значениями малярных энтропии эти фаз и вот давайте мы предположим что вещество таково что в точке перехода при равновесии эти энтропии одинаково ну это будет означать что при приходе вещества из одной базы другую тепло не выделяется и не поглощается энтропия не меняется и следовательно нет выделения или поглощения тепла и вот на этом основании наше предположение мы выбросим вот это вот слагаемо ну потому что вот это производная считается равным значит точно также здесь вот это вот есть скачок малярного объема то есть разница между энтропии между объемом море той и другой фазы 0 мы предполагаем есть такого рода вещества есть такого рода фазовые переходы или нет ну когда мы это пишем мы надеемся что есть значит известно то что примеры конечно самые такие многочисленные эффекты примеры о которых мы позднее будем говорить существует поэтому у нас и это слагаемо выпадает и нет и всего наше предположение выпадает и у нас остается в качестве не исчезающего дальше уже по нашему предположению мы считаем что непроизводные не нули у нас остается вот только вот это вот слагаемо на одну вторую можно внимание не обращать потому что мы все равно все это приравниваем нулю ну и вот значит у у нас возникает вот такое вот фактическое уравнение для производная дп по дт значит вот эта квадратная скобка равна нулю ну давайте мы поделим уравнение на дп в квадрате ну справа 0 останется а здесь у нас тогда возникает вот такая такое выражение для дт по дп квадратное уравнение возникает значит д2 дт по дт по дп в квадрате плюс д2 дт по дп по дт на умноженное на дт по дп значит вот это вот равняет 0. Это равняется 0. Ну, наверное, ну, ее уж написать. Все-таки давайте, я уж прошу прощения, я немножко вас, может быть, задержу. Значит, давайте все-таки напишем. Значит, что отсюда следует? Это уравнение вот для этих наших ДТ и ДП. Мы их связали тем условием, что вот эти дели наши какие-то точки. Они принадлежат к кривой равновесия фаз. Ну, и вот отсюда у нас получилось вот это вот уравнение. Квадратное уравнение. Значит, у него, ну, естественно, в принципе, два решения. Давайте физической однозначности потребуем. Значит, как известно, ответ может быть единственным. В том случае, когда, как это называется, дискриминат. Значит, уравнение равенную. Физически, ну, естественно, думать, что ответ должен быть один. Ну, и давайте пойдем на поводу, так сказать, у физики и просто объявим вот этот самый дискриминат равным 0, и тогда у нас будет единственное решение, которое очень просто может быть, значит, записано. Ну, что такое дискриминат, да? Вот это вот у нас, ну, как это мы в школе говорим, это А, это Б, значит, это С. Ну, коэффициенты в этом квадратном крючлее, значит, АХ квадрат плюс БХ плюс С равняется 0. Ищем Х. Значит, дискриминат это что? Это Б в квадрате минус 4АС. Значит, поскольку здесь есть двойка, тогда четверку можно сократить, и у нас получается фактически вот такое соотношение. Д2, Д это не, ДП, ДТ квадрате должно быть равно, значит, это 2А, это Б, Б в квадрате минус 4АС. Значит, четвертый я сократил, АС это вот эти вот производные. Значит, я перенесу направо, у меня получается вот так, Д2 Дельта мю квадрате квадрате в постоянном Т надо умножить на Д2 Дельта мю квадрате 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 в постоянном Т. Вот, это условие того, что решение единственное. Эти два корня мы заставили этим совпасть. Ну, а тогда, значит, что собой представляет, если этот дискриминант равен нулю, то, значит, решение, то есть, это производное, ДТ по ДП, значит, она определяется таким образом, значит, это Б в квадрате, да, деленное на 2А. так, Х в квадрате плюс-минус, значит, корень дискриминанта, да, значит, поделенное на 2А. Ну, значит, мы должны написать вот вот это вот так, 4, получается 2, Д2 Дельта мю ДП ДТ, значит, надо поделить на Д2 ДТ в квадрате при постоянном Б. Так, на... Б в квадрате? Минус Б. А, минус Б, да, еще. Минус Б. Так, значит, вот, ну, как там первое, второе, да, минус Б. Б в квадрате минус... Минус Б. А, минус... Без квадрата. Без квадрата. Б в квадрате делено на 2, да, здесь этот самый дискриминант. Так, тогда это вот Б, 2Б, нет, просто, просто Б делено... Здесь двое, это там, да, и тут минус надо поставить. Значит, ДТП, это Б, и мы это должны поделить на 2А. А, это вот у меня вот это вот что-то, да? Так, значит, вот, вот таким вот образом значит, это требование единственности, а это, собственно, значит, уравнение для выражения, для производной ДТППДТ. Производная ДТППДТ. ну, конечно, надо было бы его сейчас переписать через... Так, да, двойки-то не надо на самом деле, потому что Б, вот в Б входит вот эта двойка, да, а здесь я делю на 2А. Я прошу прощения, здесь, конечно, надо вот так. Сейчас правильно, наконец. Ну и, конечно, мы надо было ему переписать через энтропию и объем, потому что первая производная имеет свой физический смысл определенный. Ну, ладно, давайте мы это сделаем в следующий раз, сейчас мы его раздрежем, но все-таки мы их уже получили, вот эти два уравнения, уравнение рентгенда. Надо вот Виктору поспрашивать, кто на что-то выяснили. Мы устраняем в этом году.